В синем углу, боксер которому 19 лет, его рост 175 сантиметров, официальный вес 66 килограммов и 200 граммов. Он кандидат в мастера спорта, сегодня дебютирующий в качестве профессионального боксера из Норильска, представляющий Ростов-на-Дону, приветствуйте, Илья Андриянов! Его сопернику, стоящему в красном углу, 21 год, рост 185 сантиметров, официальный вес 66 килограммов и 150 граммов. В олимпийском боксе он чемпион Уральского федерального округа, имеющий звание мастер спорта России, как и его соперник, сегодня делает первый шаг на профессиональном ринге из Тобольска, приветствуйте, Эрик Рожев! Рефери-боя Антон Шарков. Затулку не бьем, ниже пояса не бьем, слушаем мои команды. Так, финальное представление от рефери, Антон Шарков, и поехали. Помню, помню Эрика Рожева по его выступлению в любителях, но начнем с того, что он чемпион Уральского федерального округа, также боксировал на чемпионате России. Молодые парни, 21 год и 19 лет, все у них, конечно же, впереди. Давайте посмотрим. И, конечно, здесь тоже классика противостояния более рослого и менее рослого спортсменов. Один старается снижаться в дистанции, вторую дистанцию сокращать. Сейчас здорово отработал Эрик через двойный джеб, потом зацепил соперника апперкутом, но продолжает двигаться Илья Андреянов вперед. Разменялись боковой, не боковой. Хорошо, да. Нередко, когда после таких разменов кто-то из боксеров отправляется познакомиться с Канвасом поближе. Здесь хорошая серия в исполнении Ильи. С хорошим настроем Илья начинает эту встречу сразу. Ну, понятно, что он пониже ростом, будет идти вперед. Но мы говорили о том, что у Эрика показатели такие, что, скорее всего, будет пытаться держать соперника на дистанции и ногами его обыгрывать. Илья будет пытаться напротив лишить пространства, запереть, плотно работать. Хорошо по животу пытался пробить с левой руки по печени. И вот еще раз туда. Да, но подставляет локти очень умело, Ражев. Вот здесь уже Эрик подготовил удар по печени. Классическая комбинация правого в голову, левого в туловище, в печень. Да, но вот такое интересное противостояние стилей у нас с вами намечается, которое запланировано на 6 раундов. Напомню. Но здесь и эмоции, и желания, и техники показывают достаточно много. И тот, и другой спортсмен. То есть, в целом, надо отметить, что хорошо подобрана пара. Да, 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 действительно. Здесь, по крайней мере, мы увидим бой, а не избиение, как мы видели на протяжении предыдущих поединков, к сожалению. Вот здесь ребята стоят друг друга, поэтому хорошо. Да, вот только перекрылся, пропустил Андреянов. Он потом сразу при первой же возможности ответил своим ударом. Хорошо поставлен удар левый снизу с передней руки у Эрика. Опять же, через уклон. Видит момент, когда нужно его наносить. А вот здесь уже провалил его как раз под этот удар, Илья. И хорошая плотная серия в исполнении Андреянова. Снова отстреливается издали Эрик. Ну вот, хороший апперкот. Очень часто выводит себя на удар снизу с Эрик. Очень мощно по туловищу. Мы видим, что старается работать плотно, используя силовые удары. Илья. И постоянно держится на дистанции. Эрик по-прежнему. И еще раз очень опасно левый сбоку пробивает Илья Андреянов. Перекрывается Илья. Здесь старается издали опять выстреливать ударами Эрикс. Пока все. Так что готова к старту раунда под номером два. Очень интересным и конкурентным получился стартовый раунд. Мы сразу же увидели с вами противостояние стилей. Это было очевидно, учитывая то, что спортсмены разной антропометрии. И, соответственно, Илья. Он боксирует в черных трусах с белой полосой. Старается сокращать дистанцию, резать углы, запирать соперника, лишать его пространства. Ну, а Эрик Ражев напротив. Он пытается это самое пространство себе вернуть и издали работать, не пуская соперника к себе. В первом раунде мы видели реальный бокс. То есть такое противостояние двух боксеров, которые один другому явно не уступает. И оба с желанием именно боксировать, работать, нанести сопернику серьезный ущерб. Хороший апперкот опять от Ражева. Да, но пока большая часть ударов идет в защиту. И у одного, и у второго, либо мимо, хорошо прикрыты, видят действия соперника вновь. Обрати внимание, что Илья старается действовать плотно. Старается бить. Он практически, да, не выбрасывает таких пристрелочных ударов. Либо средней степени тяжести, либо максимально жестко. То есть здесь мы видим все-таки, опять же, Илья, Эрик Ражев, стараясь работать на дистанции, использует легкие удары для того, чтобы раскрыть соперника, подготовить силовые. Вот справа. Хотел ломиться. И тут же вышел, пробил Илья, поэтому мимо цели. Да, и требует, конечно, от Эрика Ражева постоянного движения, чтобы ноги не выключались, чтобы не стоял напротив соперника, потому что это, конечно, выгодно Илье в первую очередь. Жесткие удары. Готов к обмену, готов к драке. Готов ли к ней Эрик, интересно. Да, и вот опять же тоже говорят, я так понимаю, что Илье не подходить по прямой, да, постоянно через углы. Искать правильные углы для своих атак. Это верно. Мне нравится, кстати, как Илья Андреянов подходит к сопернику, перекрывшись через удары, опять же... Но он при этом меньше еще и движется ногами, потому что Эрик прям стремительно смещается из стороны в сторону постоянно. А здесь может позволить себе иногда Илья идти по прямой, потому что так или иначе все равно соперника он догоняет. По туловищу, там локти на месте у Эрика. Не останавливает Эрик соперника. Да, вроде бы передней рукой он беспокоит оппонента, старается сбить, старается раскрыть. Но Илья Андреянов, как шоу вперед, так идет. Вот здесь хорошо на оттяжке попытался сработать Эрик. 25 секунд до конца второго раунда. По-прежнему все очень близко. Защита преобладает над атакой. Много ударов в блок, много ударов мимо. Ну, здесь неплохо, но опять же, все это в блок, все это в защиту. Да, пока чистых ударов не так много проходит, что с одной, что с другой стороны. И вот сейчас как раз один из таких, Илья Андреянов как раз донес до цены. На опережение еще раз туда, отличный левый боковой. Карашек. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Касси определяет, если начнут с ничей, то уже дальше можно будет прибавлять. То есть никто, ни у кого не будет этого обидного поражения в стартовом поединке в профессиональной карьере. Третий раунд Эрик по-прежнему не выключает ноги, по-прежнему движется по широкой дуге. Это правильно. Движение жизни для Элика Ражева 100%. Мы слышим сейчас в углу Эрику сказали, чтобы тот работал поплотнее. Но мне кажется, в плотности ударов ему конкурировать с Ильей будет сложновато. Поэтому здесь нужно чистые эпизоды забирать на ногах, отрабатывая, не позволяя по себе попадать. Обязательно выходить из своих атак, не давать лишать себя пространства. Вот это, мне кажется, залог успеха для Эрика Ражева. И ровно противоположное все для Ильи. Для Ражева, если ему нужно работать в соответствии с рекомендациями угла плотнее, то ему придется так или иначе все равно встать перед соперником. И здесь уже включаться в такой размен. А в размене не факт, что он соперника перерубит. Хорошо, в живот сейчас, Эрик. Левый сбоку и по туловищу там руки на месте. У Ражева не попадает, Илья. Правый снизу, здорово, и левый сбоку. Но опять же, все в блок. Это плотные удары, но это все в защиту. Да, мы говорили, что хорошие жесткие удары через блока, через перчатки, они в любом случае оказывают определенное давление и потрясают. Но, конечно, не так. Шесть раундов. Дистанция для дебюта довольно приличная. Все-таки, несмотря на довольно существенный багаж в любителях, это все равно два разных вида спорта. И поэтому, принимая такие правила игры, нужно осознавать, что четвертый, пятый и шестой раунды уже будет очень непросто функционально. Обычно все-таки начинают с четырех-шести. Иногда бывают, конечно, уникумы. И такого мы сегодня одного увидим, который начинает свою профессиональную карьеру сразу с десяти раундового боя. Да, но про уникумов, конечно. Но Альберт Батрогазиев таким был. Во-первых, да, но Василий Ломаченко. У него вообще второй бой был за титул чемпиона мира, что, в принципе, было абсолютно беспрецедентно. Правда, выиграть не получилось тогда у Солида. Поджар соперника Илья хорошо по животу сейчас отлично попал. Там все равно локоть был на месте, но мы знаем, что если локоть очень плотно прижат, то может случиться авто-гол. Да, и сквозь него тоже иногда пробивают. И что интересно, Илья Андреянов, он пытается как раз... Ну, так работает, ни одного удара не остановить без ответа. Головой в лицо просто уперся соперник Илья. Но, опять же, это профессиональный бокс. Подобные вещи... Происходят регулярно. И да-да-да, идет команда забрать концовку. Левый сбоку хороший в исполнении Ильи. Мимо цели бьет. Нет ощущения, что Элик начинает упачиваться потихоньку. Субтитры сделал DimaTorzok Он даст больше шансов Илье Андреянову по себе попадать. Ну, вот давайте поглядим. Четвертый раунд из шести запланированных. Он сейчас пытался вложиться, но все по перчаткам. Требует от Эрика Ражева, конечно же, смены направления перемещения для того, чтобы запутать соперника, чтобы, опять же, не дать ему вольготно работать, подходить. А мы видим, что Илья спокойно перекрываясь блоком, даже не всегда с ударами, просто заходит на линию огня и начинает бить. Ну, Эрик, он в основном движется, конечно, влево от себя. А сейчас, кстати, из правосторонней стойки решил поработать немного. Недолго, правда? Очень хорошо ногами запирает, конечно, соперник Илья. Вот сейчас опять головой так уперся в него. Правый снизу не точно. Хотя вот эти удары силовые, которые идут мимо цели, они тоже изматывают. Они, во-первых, лишают тебя уверенности. Ты вроде хочешь сильно ударить, но не можешь попасть. И, конечно, это потеря бензина. Да, когда ты не... Получается у тебя опереться перчаткой на цель, на соперника, ты вроде в удар вложился, он ушел в воздух, и силы тратятся, ну, раза в два, а то и в три сильно больше. Продолжает очень плотно работать, в том числе и по корпусу. Вот тут чуть-чуть неплохо так столкнул оппонента Эрик, но не смог этим сполна воспользоваться. Кричат Эрику из угла, что нужна вторая волна атаки, да, то есть он не останавливался на одной серии всего лишь. А соперник привык к этому, а соперник привык, то есть вроде бы там раз-два-три, там силовой удар еще есть, а повторных атак нет. Промахнулся левым боковым, опять хотел, по сути, вложиться в этот удар Эрик Ражев, но его здорово видит, видит Илья, заставляет оппонента еще раз, и еще раз, подсаживается четко очень Илья Андреянов, и напомним, что силовые удары выброшены мимо цели, ну и любые удары, да, это потеря выносливости, дополнительная потеря выносливости. Соответственно, уже будут потом руки опускаться, потеря... Ноги, да, вот здесь включу момент, ноги встанут. Вообще, до свидания сразу. Ну и сейчас такое ощущение, что Илья этот момент прочувствовал, он поплотнее упирается и начинает работать через стул еще чаще. Вот снова еще один удар туда запустил. Все верно, все верно. Вот здесь хорошо левый сбоку довел до цели Эрик, вот пытается он пристреливать этот самый удар. Раз за разом, 30 секунд до конца четвертого раунда, и еще раз левый сбоку, хорошо. Левый снизу. Ну вскользь они пока, то есть пробиться между перчаток не удается Ражеву. Отлично, через два уклона опять Илья Андреянов действует. Либо подставки, либо нырки, заставляя оппонента лупить мимо цели, сотрясая воздух над своей головой. И раунд закончен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА До последнего старается использовать время отдыха Илья Андреянов и выходит сейчас на очередной раунд. Предпоследний. Живот проверяет Эрик. Хороший блок, кстати, у Ильи. Плотный, сложно его пробить. Вкладывается в удар Эрик. И справа, и слева. Да, добавил в этом компоненте сейчас. А по-другому не будет. Уже понятно, что здесь надо сильно прибавлять в плотности ударов. И в общем их количестве. Пожалуй, тоже. Бокс. Отлично. Левый снизу через уклон. Тут же перекрылся. Но при всем при этом Илья Андреянов спокойно эту бомбардировку пережидает. Дает сопернику выработаться. И сам ищет моменты для того, чтобы сконтрить. Тем более, надо понимать, что вот эта плотная работа, которую Илья Андреянов сам проделывает, она тоже изматывает. Она тоже энергозатратна. Ну да, потому что постоянно идти давить, пробиваться сквозь стричные удары соперника. Это тоже не самая легкая задача. Много ударов принимает на защиту. Это тоже замевает руки. Да, и начинают инициировать клинчи тот и другой сейчас. Потому что 4 раунда было вообще без клинчей только за счет перемещения. Да, сейчас Эрик выглядит активнее гораздо. Илья Андреянов по большей части принимает удары на защиту и сам отвечает крайне редко. В основном это защитные действия корпусом. Это блок и очень мало силовых ударов. Их практически нет. Вполне возможно, что таким образом старается поэкономить немного сил перед финалом. Да, возможно так. Возможно. Ну или же просто устал. И как раз это станет понятно в заключительном раунде. Он сейчас активизировался. Перед заключительной минутой Илья поставил соперника на канаты. Начал набрасывать удары, но заклинчевал Эрик. Да, и кричат как раз Эрику, чтобы отталкивал соперника и продолжал движение. Несколько раз я уже видел его исполнение, когда он сначала клинчует, потом отталкивает соперника назад. И выбрасывает боковой в догонку или прямой. Ну да, здесь прямо силовая борьба началась в клинче. 30 секунд и включается. Включается Илья. Пошел вперед поагрессивнее. Но не достает ударами. А вот сейчас попался левой с боком. Так, после команды стоп, увлекся немного. Решили чуть-чуть подраться. Такая активная работа идет с обеих сторон. Хорошо. Здесь так передавливает соперника Илья. Но Эрик продолжает, продолжает. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, заключительные три минуты в этом поединке. И сразу как стартует Эрик Кражев пока свеж. Но тут же и принимает этот открытый бой Илья Нарьянов. Требует джебов. Джебов больше требует от Эрика. И да, пошли рубиться сейчас. По переднюю руку как здорово. Правый снизу ударил Эрик Кражев. Уже не в первый раз, а сегодня. Ну похоже, действительно, мы увидим с вами три минуты. Уже чуть поменьше, правда, плотного, интересного, открытого, может быть, боя. Держи. Ну до того момента пока они совсем уже остатки сил не потеряют. Ну вот теперь парни на характере будут стараться друг друга пересилить, передавить. И пошел вперед сейчас Илья. И здорово попал с левой руки. Меняет стойки Эрик. Левый снизу, издваивает удар слева. Эрик тут же отвечает своими ударами левым боковым. Илья. Плотно, так размашисто, но в плечи провел Ражев. Пытается работать и склинчить, верю уже он. Я имею в виду Эрика после команды стоп провел свой удар. Парни уже настолько наелись, похоже, что не видят и не слышат ничего. Стоп! Стоп! Но сближение и столкновение головами было очень неприятное. По счастью без сечек. И продолжается обмен, продолжается жесткая драка. На ринге, в центре ринга уже все. Надо выкладывать все козыри оставшиеся, если конечно они есть. И уже боксировать, драться по сути через не могу. Решил потянуть соперника на себя Илья. И пошел за ним Эрик. Хороший удар навстречу на отходе от Ражева. Но рвется вперед Илья. Кричат Эрику, что надо забрать раунд обязательно. Оставшиеся минута. Борьба вовсе. Должна пройти еще в не менее упорной борьбе. Хороший апперкот. Дважды причем зацепил Ражева соперника. Но не останавливают эти удары Андрияна. Брэй! По шагу назад! Так, ну опять после... Надо аккуратненько, потому что снятый балл в таком бою. Это, в общем, хорошее подспорье для соперника. Посеклись. Все-таки есть рассечение на голове у Эрика. Но не на лице. Поэтому единок не будет остановлен. Ну, конечно, уже дадут додраться, добоксировать. В любом случае, 20 секунд. Но парни молодцы. Показывают характер. На зубах буквально. Настоящее желание боксерское. Очень устали. Но при всем при этом никто не собирается уступать. Докладай слева, Илья. Пробил по корпусу. Также по корпусу отвечает Эрик. Есть совсем немного времени остается до финального гонга. И справа направо. И слева попадает по туловищу. Тут же Илья включается. И все. Но концовка очень красивая. Отличный бой. Отличный бой, парни. Большое спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok